Книга «Открытым оком», том 28. Вопрос 3972. Почему же все-таки патриархия не клюнула на признание мощей царских? Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. Чьи-то молитвы достигли, видимо, до престола Божия. Для меня тоже удивительно, ведь так они любят с мертвецами возиться. А тут из-за шторки выглядывали до дрожи в руках. Видимо, так хотелось бы почувствовать, как при вторичном обретении мощей Серафима Саровского, да не сподобил Бог. Сергей, не по чувству, а по участву. А тут из-за шторки выглядывали до дрожи в руках. Видимо, так хотелось бы поучаствовать, как при, в кавычках, вторичном обретении мощей Серафима Саровского, да не сподобил Бог. Кавычки открыты. Вопрос о неведомых останках, покороненных 7 лет назад в Санкт-Петербурге в императорской усыпальнице, до сих пор обсуждается. В последнее время появляются все новые данные генетических экспертиз. Американских, японских, английских, которые опровергают миф о найденных под Екатеринбургом святых мощах царской семьи. Убедительные доводы против приведены и в исследованиях А. Мурзина. Его статьи «Подлинная история цароубийства» остаются нетронутыми. И «Правда о действительных обстоятельствах» вышли в газетах «Крестьянские ведомости» и «Русский вестник». Автор, как и прежде, предостерегает против опрометчивых выводов. 7 лет назад его открытое письмо святейшему патриарху Алексию II, призывавшее не участвовать в захоронении царя, было «одиноким» в хоре светских СМИ. Ныне ситуация повторяется. Отовсюду раздаются голоса о лжемощах, предполагают самое экзотическое их происхождение. Мурзин опять за свое «будем осторожны». Мы еще не представляем всей злокозненности чекистов-мистификаторов. К спорным останкам могли быть подложены фрагменты настоящих тел романовых. И приводит доказательства. Встреча с Александром Павловичем Мурзиным была интересна для меня еще и тем, что много лет он работал кремлевским речеписцем. Написал за Леонида Ильича Брежнева книгу «Целина». Он – живое свидетель о развале великого государства СССР. К тому же земляк. Свою журналистскую карьеру Александр Павлович начинал в 50-х годах в Сыктывкаре. Последнее обстоятельство оказалось кстати. Неохочий до случайных знакомств бывший газетчик-правдист, а ныне пенсионер союзного значения, согласился принять у себя коллегу из Сыктывкара. Вхожу под арку. Множество подъездов. Сколько же раз к каждому из них подъезжали воронки, ввозя обители дома на смерть. Дверь открыл сухонький старик с твердым колючим взглядом. Прищурившись, приветствует по коме. Вид за онлайн, не забыл. Вид за олом, не забыл. Пожимает руку, подает тапочки. Александр Павлович, вот эта история с перехоронением царских останков. Ваше письмо святейшему патриарху, о чем рассказал перед смертью цареубийства Петр Ермаков, насколько я знаю, среди прочего повлияло на поддержку церкви. Она не признала Екатеринбургскую находку мощами царственных мучеников. По нему видно, что вы не просто ухватились за горячую тему, а занимались ею много лет. Но как-то не вяжется. Работа спичрайтера у генсеков Брежнева, Андропова, Горненко, Горбачева, книга «Подлинная, Целина» и попутно расследование вальшевистского преступления. Вам, наверное, покажется странным, что ни в «Пионеры», ни в «Комсомол», ни в «Партию» меня не принимают. Потому что был я трижды врагом народа, ссыльный, сын политзаключенного и к тому же из казаков. А казак, тем более оренбургский, априори уже враг советской власти. Атаманом всех казачьих войск, воевавших против красных, был Дутов, а он ведь оренбургец. Отец мой не был зажиточным, ходил в пасконных штанах, но как кулака отправили его с семьей из Оренбургия в ссылку в Североуральск Свердловской области. Это был 1931 год. Мне два года исполнилось самой младшей в семье. В 1938 году отца арестовали. Погиб он на Колыме. И остались мы одни с матерью. Ссыльных в Североуральске было много. Со всех концов страны нагнали и воспитывались мы отчасти в этой среде. Ну а другой половиной, конечно, в обычной советской школе. Помню, мать повезла моего брата Ваню в Свердловск лечить. От всех этих невзгод, случившихся с нашей семьей, стал он глухонемым. Вернулась и рассказала, что заходила там, в Ипатии, в дом, в котором царя убили. В то пору в нем находился музей революции. В подвале? Нет, музей занимал весь дом, а в подвале была специальная экспозиция о расстреле царской семьи. Туда водили пионеров, студентов, рабочих, всех, кроме иностранцев, поскольку город был закрытым. А что в экспозиции было? Ну, глупость сущая. Настоящей стены, в которой расстрельные пули застряли, в подвале не имелось. Ее увезли с собой белогвардейцы. Так что еще музейщики из досок сколотили и отметили пулевые отверстия. Как я потом узнал, на северной стене слева висел плакат с кровавой ладонью, когда-то напечатанный в журнале «Пулемет номер один». Рядом на подставке лежали кандалы, как символ рабства при царе. Хотя какое там рабство? Не кто-нибудь, а сам генеральный прокурор СССР Вышинский писал о тюрьмах при Николае II, что самое большое количество заключенных, которое у них содержалось, насчитывало 185 тысяч человек. Оно, к тому же, вскоре уменьшилось на 20%, потому что была амнистия с отправкой на фронт. Вот вам и «кровавый царь» в кавычках. Для сравнения, в современной России в заключении находятся 2 миллиона, хотя население не столь уже резко отличается. По переписи 1897 года россиян было 128,2 миллиона человек. Закулисным организатором «Кровавого воскресения», как потом и убийства царя, был Ленин. Делает небольшое отступление от рассказа Мурзин. Я уверен, и есть тому косвенные доказательства, что поручение Свердлову давал сам Ильич, настрого-настрого указав, ни при каких обстоятельствах не припутывать его имя к убийству. Надо сказать, странная щепетильность. Потом уже, после заклания царя, Ленин не стеснялся. Вот цитаты из его полного собрания сочинений. «Расстрелять, повесить, расстрелять, повесить на вонючих веревках, непременно повесить, в скобках восклицательный знак». Так Ленин подчеркивал важность мысли. Еще цитата. «Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительно их запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении. 19 августа 1918 года». Еще цитата. «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты». 22 августа 1918 года. «Товарищ Зиновьев, только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы их удержали. Протестую решительно. Это невозможно. Надо поощрить энергию и массовидность террора». 26 ноября 1918 года. «Сейчас вы возмущаетесь этим», – прервал я Александра Павловича. «А ведь работали в партийной газете, общались с людьми из ЦК. А вы думаете, мы тогда читали Ленина? Сколько я ездил по обкомам, райкомам и прочим комам, и везде видел, что никто из партийных бандзов ни разу не открывал ленинские труды, хотя у всех в шкафах полные собрания сочинений. Знали вождя по тонким брошюрам, докладам и статьям газетным. Владимир Ильич Ленин многими воспринимался как государственный атрибут, не более. Недавно приезжал мой сотрудник Феликс, говорит, мой однокурсник Феликс, говорит, цитата, «Случайно прочитал статью Ленина, как организовать раб Крым». «Слушай, волосы дыбом, что за идиотизм? А мы ведь вместе с ним сдавали зачеты по марксизму-лиминнизму. И как-то все это прошло мимо. Перед тем, как взяться за книгу о цареубийстве, я тоже стал штудировать Ленина. Знаете, тяжко читать. Все путано с ругательствами по поводу срыва манифестации 28 декабря. Потом она прошла 9 января. Ильич пишет письмо землячке. Меньшевики, эти гниды, эти пиявки, эти мерзавцы, эти тупицы». Кавычки закрыты. Кстати, террористка-землячка жила потом в этом самом доме на набережной. Да, они все тут жили. Вторая кличка ее «Демон». А настоящая фамилия в зал Кинд Розалия Самойловна. В статье Ленина о Каутском на 12 страницах я насчитал 24 ругательства. Горькому он пишет, цитата, «Читаю работу одного политика, ругаюсь ужасно, матерюсь матом». Кавычки закрыты. Николай Бердяев, как культурный человек, назвал Ленина гением грубости. А точнее было бы и гений хамства. Всех своих соратников, всех до одного, облил по-моему, включая и Горького. Этот впал в левоглупизм, бухарин. Этот ляпала первосортный ларин. Этого лечить этот сошел с ума, чечерин. Хамство было не только чертой характера, но и идеологией. Нашел дом Ипатьева, о котором мать рассказывала. Стоял он в перекрестии «говорящих» улиц. Спереди его охранял Карл Липхенд. Сзади Дзержинский, за домом Толмачев, член президиума Уралсовета. Сбоку переулок Клары Цеткин из него ввел ход в подвал. Чуть дальше стоял, а до сих пор стоит, памятник извергу Свердлову. Пытаясь войти, закрыто. Рассказал потом об этом сокурснику, который из местных горожан. Он, кавычки открыты, так музей два года, как постановлением обкома закрыли. А тебе что, интересно? Хочешь тебе, цареубийцу, покажу? Живого, настоящего? Конечно. Пойдем вечером в сквер к обкому партии. Он там каждый вечер гуляет. Отправились мы. Сквер красивый, постриженный кустики. Там раньше собор стоял, а теперь на его месте обком. Серый, мрачный. По скверу прохаживается старичок. Шапка цигейковая, с длинными ушами и помпончиком. Холодно было, замотан весь длинное пальто. Так я первый раз увидел цареубийцу Ермакова. Позже удалось мне с ним встретиться и вызвать на откровенность. Много он чего рассказал. Еще спустя время встречался с женой Свердлова, дважды выступавшей у нас в Уральском университете. И с дочерью Юровского, Эр Явы Юровской. И с Аипа Рамоновым, который показал в 1928 году в Маяковскому место под Екатеринбургом, где, как описал поэт, император зарыт. И многими другими. Тогда я еще не мог знать, сколь бесценно окажутся для меня их признания и оговорки через десятки лет. Сейчас, по происшествии почти сто лет после убийства царя, наверное, глубже понимается, какая это была катастрофа для России. Нужно пожить при пяти генсеках и увидеть своими глазами, чем закончилась Октябрьская революция в 1991 году, чтобы действительно понять это. Соглашается Александр Павлович. «Ведь ни одного нормального правителя не был. Сталин – диктатор, Хрущев – самодур. При остальных вы сами жили, знаете. Что-то собой представлял Брежнев, да и то лишь в первое десятилетие правления. Та же целина. Ведь это же ему пришлось расхлебывать хрущевские эксперименты, спасать последний земельно-пахотный резерв человечества от гибели. Представьте, чтобы при царе Николае II творилось то же самое, что при Хрущеве. Да никогда. Со всей страны навезли в Казахстан десятки тысяч тракторов с плугами. Распахали бескрайнюю степь. А ведь это же степь. Там ветры дуют. Начались пыльные бури. Так что тракторы днем с включенными фарами ездили. И никому в голову не пришло, что для таких гигантских площадей во всей стране не наберется столько пестицидов и урожай будет гибнуть от вредителей. Что уж говорить, не подумали даже, куда девать выращенное. Прежде чем захереть, целина за два года выдала сумасшедшее количество зерна. И большую часть пришлось сгноить за отсутствие нулеваторов. Николай II, будь он на месте Хрущева, собрал бы настоящих специалистов, выслушал, поинтересовался бы опытом других стран. И мы бы ответили, вот в Америке в начале 30-х годов также распахивали огромные площади и пыльные бури унесли миллионы тонн чернозема в океан. Что же американцы предприняли, поинтересовался бы царь. Они придумали особые сельхозорудия, игольчатые буроны и плуги-плоскорезы. В отличие от обычных плугов, они взрыхляют почву, не нарушая верхние корки. Поэтому ветры земле не страшны. Хорошо, сказал бы царь. Сделаем так же и пусть наши мастера посмотрят, что можно усовершенствовать. Были бы и элеваторы, и пестициды. Все бы заранее просчитали. В этом я абсолютно убежден. Царь Николай II был реалистом. Лично меня впечатлил один эпизод из истории. Царь подписывает манифест 17 октября 1905 года. А там есть слово «неограниченное». Он вычеркивает слово. Если манифест дает свободу слова, собрание митингов, если создается дума, то какая же неограниченная власть. Я общался со многими нашими партийными функционерами и могу сравнить вот по каким деталькам. Кто как ведет себя в схожих ситуациях. Николай II умница, потрясающий. Я считаю, это был самый крупный император России. Из 73 лет советской власти в 70 мы все догоняли. Америку и пытались сравняться с 1913 году. А при Николае Россия уже догнала Америку по темпам развития производства 12,5% в год. В один год было построено 5000 километров железных дорог, а в среднем вводили в эксплуатацию по 2500 километров. Царь Николай связал между собой Дальний Восток, Одессу, Среднюю Азию, Мурманск. За всю же историю СССР строили максимально 956 километров в год. Причем с применением бесплатного труда. Вы стали задумываться об этом, когда писали книгу «Целина»? «Жаребий писать «Целину» выполни случайно». Тоже ответ пошел. И в этом есть какое-то провидение. Потому что к Хрущеву, который на следующий год после вошедствия на престол занялся распашкой «Целины», у меня было особое отношение. Он, возможно, что-то сделал для страны. Начал оттепель, но с сельским хозяйством получилось вредительство. Вообще, что такое Хрущ? Если заглянете в энциклопедию, то прочитайте. Хрущ – группа жуков семейства пластинчатоусых. Многие хрущи – майские жуки, мраморный хрущ. Далее Игнать Тихонич приводит цитату из Библии. Книга «Исход», 8 глава, 18 стих. «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте». Прокоремия 4, 25. «Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись». Грехопадение созданной четы переначало жизнь, саваном одело, теперь забытое потеряно почти. Что шло направо, скрючило налево. Грех стрелки перевел на рельсах божьих, в тупик и в бездну завернуло шанс. Прошли тысячелетия, и что же? Все агрессивнее тварь окружает нас. В воде и в воздухе, особо на земле, переиначилось творенье назначения. Все против нас ожесточилось злей, стараясь отомстить заразному хоть чем-то. Акулы, осьминоги и киты, и на земле в клубок свелись, клыки, рога и тысячи копыт, и бешенство красивых внешний лист. Что ни возьми, и все нас атакует, царапает, кусает, тычет жалом, то белая гигантская акула, то уязвляемый микробом самым малым. Все грех, все он, родоначальник дьявол, смутил, прельстил прабабку бывшей голой, не верить Богу хитростью заставил. Адаму грех жены достался колом. Кругом летает, скачет, мельтешит, все созданное лишь для прославления. Теперь я жмусь, изъязвен и пляшив до самого последнего истления. Грех обесщадил Бога от меня. Мое сыновство сжалось у корыта. Как мы додумались, чтобы Бога променять, стать бесноватыми из крутизны, как свиньи. Приняв спасителем воскресшего Христа, сверхчаяния был прощен и принят. Бех наристалище от Иисуса кросс из благодати не роса, а ливни. 5 июля 2008 год, Игнатий Лапкин. Вот здесь восемь дней. Я не знаю как. Перекидывал там системы или как-то недобедел за этими. Здесь Христос, последний отстой на Заристах, принял спаситель на Христос. И дальше репутат кросс, а тут Христа, оно к этому не подходит. С чем объяснить, не знаю. Многие места знают, что там меняло систему. Но дальше так. Дальше ты прочитал ударение, сделал на предлог. А предлог редко делается. А данного случая как? Вот допустим, старобрят, у них все делается на предлог. Надейся на Бога. Я Виталию говорю. Виталий, скажи, надеюсь на Бога? Он считает, надеюсь на Бога. Ударение на предлог. Но в литературе, в искусстве, так же бывает. Стихотворение, песня Катюша «Выходила на берег Катюша» из Страковского. Тут ударение очень редкое, но так. «Выходила на берег Катюша», на высокий берег, на криторик.